Сергей Мартинец это сеньор менеджер, это очень классная высокая квалификация в нашем бизнесе и то общение которое есть на данный момент у нас с Сергеем как лидером показывает о его очень высокой квалификации как предпринимателя, о его серьезном мышлении, о том настолько он опытный, о том как Сергей решает различные вопросы, поэтому с точки зрения бизнеса и вообще да вот Сергей всегда насколько я вижу и понимаю развивается, поэтому эта презентация очень важная, потому что его опыт неимоверно большой как предпринимателя. Спасибо Марина, очень приятно, очень приятно слышать тебя такие слова. Друзья, вы знаете, в нашем бизнесе в принципе может преуспеть любой человек, вот иногда есть такие фразы, что наш бизнес для всех, но не для каждого и чем больше вы будете слышать историй, чем больше вы будете слышать разных версий нашего успеха можно сказать в нашем бизнесе, тем для вас будет проще потом работать с другими людьми, потому что на вашем пути будут встречаться абсолютно разные люди, с абсолютно разными, разными опытами можно сказать так, с разным опытом в жизни, в бизнесе и если вы будете знать эти истории, они будут у вас откладываться там на подсознании, вам будет намного, знаете, это как когда-то сказал мой хороший знакомый, когда ты приходишь на встречу к человеку или онлайн, встречу, ты с кем-то общаешься даже по телефону, у тебя как бы есть вот такой вот швейцарский ножик, ключик, да, когда у тебя под каждого есть какой-то свой, под каждый замок у тебя есть свой ключик, но когда у тебя нет такого опыта, когда ты не посещаешь события, когда ты не слушаешь, когда ты не в теме, да, вот знаете, есть такой пример про банку с огурцами, когда человек попадает в какое-то окружение, то он как бы свежий огурец, которого поместили вот в банку с огурцами маринованными и сначала он как-то чувствует себя не очень уютно, потому что он такой свежий, а все остальные вот такие промаринованные, но потом через какое-то время он становится таким же маринованным, как и другие, то же самое в нашем бизнесе, если вы попадаете в это окружение, если вы слышите постоянные истории, если вы постоянно себя будете наполнять этой информацией, для этого нужно быть на всех мероприятиях, нужно постоянно быть в теме, у вас появятся вот эти вот ключики, о которых я говорил, да, это вот ключики, это я имею в виду истории, и сегодня я вам хочу рассказать нашу историю, да, нашу историю с Викторией, да, с Викторией, моей супругой, и вы знаете, благодаря ей, наверное, мы и есть в этом бизнесе, потому что, поверьте, у каждого есть моменты, когда вы думаете, а надо ли, а может быть, это не тот бизнес, которым я занимаюсь, а может быть, нужно чем-то другим заниматься, знаете, у соседа всегда трава зеленее, бывает, приходишь на встречу, а на встрече какой-то сидит предприниматель, да, и он занимается там каким-то IT-проектом, и он рассказывает, как так все классно, и ты думаешь, может, нужно было заниматься IT, но ты видишь только верхушку айсберга, но когда ты начинаешь погружаться, ты понимаешь, что там огромный-огромный айсберг и огромное количество работы, которую сделал этот человек, но ты просто на встрече не мог ее оценить, и тебе кажется, что, ну, это так легко, это так просто, тот бизнес такой легкий. Поверьте, в каждом бизнесе, в каждом направлении есть свои ложки дегтя, и нужно их съесть, да, не везде мед. Поэтому сегодня расскажу нашу историю, как это было у нас, и познакомлю вас немножко с нашей семьей. Кто видел, здесь уже наш малыш Тимофей пробегал, но, оп, это не те слайды я включил, да, вот. Да, наш Тимофей прибегал, то есть у нас есть еще ребенок, ему 6,5 лет, он пошел в школу в этом году, хотя говорят, скоро у нас будут каникулы, но мы еще не знаем, мы надеемся, что наш ребенок будет учиться не онлайн, а все-таки вживую, это очень важно для нас. Кто я? Многие меня знают, многие меня знают, потому что я бармен, и вы знаете, с 2000 года я работал за барной стойкой, сейчас, когда я общаюсь с кем-то, некоторые говорят, ой, а я родился позже, для меня это, конечно, какой-то такой шок, я чувствую себя уже каким-то старичком, вот. Но, тем не менее, да, я в 2000 году начал работать барменом, и вы знаете, в то время я был студентом, и мне казалось, что это лучшая работа, потому что я был за барной стойкой, у меня было большое количество людей, красивых людей, девочек, я за барной стойкой чувствовал себя, знаете, вот как, ну, как в каком-то театре, потому что сам по себе я вырос в очень такой, ну, можно сказать, бедной семье, я вырос в селе, в таком маленьком селе, в котором школа была такая очень простенькая, и, в принципе, ну, как бы не было у меня какой-то уверенности в себе, но придя за барную стойку, я понял, что здесь я могу чувствовать себя намного комфортнее, и я как-то заходил за стойку как в театр, и я здесь включал какого-то такого, знаете, Сергея бармена раскованного, общительного, благодаря этой работе я начал больше общаться с людьми, и я, ну, для меня раньше подойти к кому-то познакомиться, и сейчас для меня это проблема, поверьте, вот, но благодаря работе за барной стойкой мне это очень здорово помогало, и для меня это стало таким вот хорошей школой жизни, поэтому то, чем вы занимаетесь, даже если вам не нравится ваша работа, я думаю, что таких людей не так много, да, как иногда кажется, но я знаю, что есть люди, которым не нравится ваша работа, воспринимайте это как какую-то ступень, как какой-то, знаете, опыт, опыт, который вам потом пригодится, вы даже можете не знать, когда он пригодится, но, поверьте, в вашей жизни он вам здорово пригодится, и вот барная стойка мне очень здорово помогла, потому что я увлекся флэрингом, это джерлирование бутылками, вот здесь видно, да, бутылки в полете, я начал участвовать в соревнованиях, ребята мне там кое-что подсказали, помогли, первое соревнование, это было, конечно, ужасно, поверьте мне, очень много я потом соревнований проигрывал, и часто было так, что я спускаюсь со сцены и говорю, все, последний раз, больше я никогда в жизни не буду участвовать участвовать в соревнованиях, и вообще эта работа, это не мое, ребят, вот такие вот качели, знаете, вот как в нашем бизнесе, у каждого новичка это вот такая синусоида, сегодня он вдохновился, он пришел в бизнес, он говорит, я тут, короче, сейчас быстро стану президентом, как Томаш Забава, но потом проходит время, буквально на следующий день ему там кто-то с его знакомых что-то рассказал, негатив какой-то, и он говорит, все, это не мое, не буду этим заниматься, вот жил до этого, все было классно, вот так и буду жить, ребят, это нормально, главное на длинное расстояние, на длинную дистанцию себе поставить определенные цели и дать себе такую вот установку, что я год себе даю, получить результат, вот в течение года я не буду выходить, заходить заново в бизнес, я просто буду делать свою работу и не ждать результата, потому что результат, как правило, немножко позже, и у меня в моем деле, да, в Арманском, мой результат пришел через 8 лет, в 2008 году я стал чемпионом Украины по флэрингу, я поехал в Италию, там, занял 6 место на международном конкурсе Бокарди Мартини Гран-Прикс, и вы знаете, это был тот результат, которому я шел все эти 8 лет, я много тренировался, у меня было много травм, у меня даже сейчас, вот когда они бриты, особенно видно, у меня швы, 12 швов на руке, у меня швы на подбородке, это было буквально перед свадьбой, и вы знаете, когда вот некоторые бармены, с которыми я общаюсь, да, они говорят, да, Серый, ты вообще зажрался, в кавычках, да, вот ты хочешь большего, у тебя и так все хорошо, я говорю, дружище, да, я тренировался по 5-6 часов в зале, когда я резал себе руки, было много травм, ты в это время где-то отдыхал, гулял, развлекался, и сейчас ты пожинаешь свои плоды, я пожинаю свои плоды, вот и все, поэтому у каждого у нас есть свой путь, когда мы делаем какую-то работу, всегда хорошие времена, это результат большой работы, проделанной до этого, это сказал, по-моему, Черчилль или кто-то из великих людей, но поверьте, хорошие времена, это всегда результат большой проделанной работы, точно так же и плохие времена, плохие времена, это всегда результат бездействия или плохо проделанной работы до этого, это касается любого дела и очень, очень четко подходит нашему бизнесу, мы в свое время сделали большую работу, у нас построилась огромная команда, да, и сейчас, когда нам, ну, бывают ситуации, когда мы не можем строить бизнес, да, но мы должны заниматься какими-то другими делами, там, здоровьем родителей или, может быть, какими-то другими делами, но ту работу, которую мы проделали, она нас кормит, да, и сейчас эта группа наша, да, есть там лидеры, мы все делаем работу, я не могу так, может быть, так плотно работать, как в свое время, когда мы только начинали этот бизнес, но результат этого, этой работы мы сейчас пожинаем, да, поэтому так это было, вот здесь я вставил, это было, это было интервью для одного из журналов, да, вот мне брали интервью, как я сделал барный шоу-бизнес, да, то есть я работал барменом, потом у нас, когда я стал чемпионом, мы с напарником открыли свою школу, школу барменов где-то два с половиной года мы поработали, и поняли, что это не приносит той прибыли, которую хотелось бы, да, это приносит очень много забот, и школа это больше для имиджа нужна, мой напарник уехал за границу, он сейчас живет и работает на Гоа в Индии, перед этим в Дубае было, я немножко тоже попутешествовал, запускал разные заведения, я был барменеджером, запускал заведения на Камчатке в 2011 году, это была последняя работа, где я работал на кого-то, после этого, да, я, в принципе, заработал хорошие деньги, и за три месяца, при том, что два месяца только мы работали, я привез 13 тысяч долларов, у меня была машина в кредите, я выплатил, но суть в том, что я для себя принял главное решение, я никогда не хочу работать на кого-то, после этого я не работал на кого-то, я работал только на себя, и я не против работы на кого-то, да, потому что очень часто люди говорят, вот ты там работаешь на дяде, ты лузер и так далее, ничего плохого в этом нет, очень многие люди, великие люди, да, они начинали с того, что работали на кого-то, это нормально, вы набираетесь какого-то опыта, и в работе на кого-то, как правило, меньше ответственности, ну, не всегда, но очень часто меньше ответственности, меньше риска, поэтому это нормально, но если вы начинаете бизнес параллельно с работой, это просто супер, то есть я всегда рекомендую своим партнерам, не пытайся вот с самого начала бросить свою работу и прям кардинально все поменять, нет, доу-лайф это ваш дополнительный источник дохода, сейчас это особенно актуально, да, когда везде карантин, мой бизнес остановился полностью, да, я медубарный, то благодаря доу-лайф мы жили, и этот доу-лайф нас кормил, и мы чувствовали себя комфортно, потому что в свое время мы сделали вот это запасное колесо у машины, ты не знаешь, когда оно понадобится, но лучше его возить с собой, поэтому всегда, когда у вас есть несколько источников, это всегда вам дает определенную уверенность, и я вам рекомендую, если вы еще не создали этот источник, сегодня после нашего мероприятия задуматься и принять решение и создать этот источник дохода, который может кормить не только вас, а еще и ваших детей, потому что вы после выступления Лукаша поймете, что это глобальный проект, и он очень надолго, да, то есть это не какой-то проект там на один-два года, потому что доу-лайф уже как бы 7 лет, да, уже 8 вот будет, но поверьте, это доу-лайф еще такой совсем-совсем младенец, который будет расти, развиваться, и мы вместе с ним. Вот, собственно, после 2011 года я занимался тем, что мы занимались, у меня есть команда, и мы занимались выездными барами, бармен-шоу, все, что связано как раз вот с обслуживанием вне ресторана, вне бара. Да, и в некоторые моменты, здесь тоже есть определенная сезонность, в некоторые моменты у меня очень много работы, да, вот, допустим, сентябрь у меня очень много работы, да, очень много людей, там, свадьбы, корпоративы, там, перед Новым годом у меня очень много работы. Классно, что наш бизнес доу-лайф, он позволяет как раз вот чередовать, совмещать, и это здорово. Здесь на фотографиях, да, на таком коллаже вы видите Викторию, да, Виктория, она всегда была таким человеком, который был на сцене, и она с детства занималась танцами, ей очень нравилось то, что она делала. Потом, немножко позже, если здесь вам мышку мою, может быть, не видно, здесь внизу видно, что она за барной стойкой, потому что, когда мы с ней познакомились, она настолько, ну, вот, хотела попробовать это дело, попробовать флэринг, что я сказал как-то после работы, говорю, ну, зайди за барную стойку, когда уже гостей не было почти в зале, я тебе покажу пару движений. В то время, когда мы с ней знакомились, я уже преподавал, у меня были ученики, и среди них были, в принципе, и девушки, но, как правило, у девушек хуже получался флэринг, потому что флэринг – это вот искусство жандрирования бутылками, да. Девушек тяжелее было научить, потому что у них маникюр, они более нежное создание, да, а там все-таки бутылки, они стеклянные, могут быть травмы и так далее. У Вики настолько классно получилось, потому что вот эти вот опыт танцев, хорошая координация движений, и у нее настолько хорошо получилось, что другие заметили, и мой напарник заметил, говорит, слушай, а у нее так классно получается, может, ты ее научишь? Ну, сначала это было в шутку, но потом так, вы знаете, там пробовали некоторые, после работы она заходила, в то время она танцевала в клубе, я работал барменом, она танцевала, она была пиджеем, да, но буквально несколько раз она зашла, разучила несколько связок, и потом она, я говорю, приходи к нам в зал, будешь тренироваться, и, возможно, с этого что-то получится, если тебе нравится. Она приходила, конечно, ей нравился я, она приходила ко мне, но, тем не менее, мы тренировались. Вот, увидел это президент нашей ассоциации барменской и сказал, Вика, тебе нужно на конкурс с барменом, через полгода будет соревнование среди девушек, мисс бартендер Украины 2008, и ты в этом конкурсе должна участвовать. Ну, сначала это была шутка, но потом, когда осталось буквально месяц, он зашел и сказал, Вика, я тебя записал, ты участвуешь. Ну, для нее это был шок, хотя к тому времени она уже, у нее были связки, и она уже, скажем так, набралась опыта не только от меня, а от моих напарников, с которыми мы тренировались в зале, и сейчас это все люди за границей. Денис Бакиев, он живет на Бали, Артем живет на Гоа, Максим, он постоянно мотается по Китаю, по Украине, ну, короче, никто не сидит, кроме меня, вот именно на нашей, на некие Украины, да, на нашей родине, в нашей родине. Короче, чтобы вы поняли, Вика выиграла этот конкурс, она стала чемпионкой Украины по флейрингу, она заработала в то время 500 баксов, это были, ну, неплохие деньги в 2008 году, и при том, что у нее не было опыта, там подъезжали девчонки, которые там по 5-6 лет за барной стойкой, они тренируются, они пытались делать очень сложные такие элементы, но очень много у них не получалось. Что ей помогло? Ну, первое, что ей помогло, в том, что у нее были лучшие в Украине учителя, то есть это были люди, которые уже прошли этот путь, это был я, это были мои напарники, это были мои ученики, которые уже на большом уровне, да, и то есть мы ей помогли, подсказали. Точно так же в нашем бизнесе, если вы будете пытаться сами что-то делать, как делали те девочки из других городов, которые приехали представлять свой город, очень много вы будете делать ошибок, это нормально, да, но ваш путь может продлиться намного дольше, да, они занимались там по 2-3 года, и они не смогли занять первое место. Вика всего лишь за полгода она смогла занять первое место, потому что ее программа была настолько оптимизирована, она была как раз вот четко под этот конкурс. Мы внимательно прочитали правила, потому что у нас уже был опыт выступления во многих соревнованиях. Поэтому, ребят, чему я веду? К тому, что у вас есть в вашем бизнесе, у вас есть спонсор, да, ваш наставник, который это уже прошел, поэтому глупо не пользоваться вашим спонсором. Поэтому, друзья, обращайтесь к вашим спонсорам по всем вопросам. И самая первая и главная ошибка – это то, что люди – я сам. Они пытаются сами сделать этот бизнес. Ребят, это не тот бизнес, который нужно делать самим. Поверьте, здесь любой человек, он заинтересован, ваш спонсор. Просто у ваших спонсоров много. Это такая ступень, да, то есть цепочка. Поэтому, если ваш спонсор по каким-то причинам сейчас не активен, да, вы обращайтесь к его спонсору. Я иногда вижу в чате, задают вопросы, но такие, вопросы новичков. И у меня всегда вопрос – а кто твой спонсор и что по этому поводу думает он? Почему ты идешь к посторонним людям, да, потому что в чате много людей, которые, ну, не являются его спонсором? Почему ты не идешь к своему человеку, который тебя пригласил в этот бизнес? Ребята, не делайте эту ошибку. Запишите себе прямо сейчас на бумаге. А те люди, которые в бизнесе, как правило, такие мероприятия посещают с записной книжкой или с листиком, как минимум с бумагой. Запишите себе первое, что вы должны работать со своим спонсором. И все вопросы задаете своему спонсору, активному спонсору, да, то есть тот человек, который в бизнесе активен. Если ваш спонсор не активен, поднимайтесь выше. И вы знаете, вот мы, когда у нас появилась семья, мы, как и любые люди, мы задумывались, а что будет дальше, да. У нас появился ребенок, мы начали думать, что будет дальше, как будет развиваться наша жизнь. И вы знаете, мы хотели заниматься таким делом, которое будет нас развивать. Которое будет, ну, понятно, что законная, легальная, долгосрочная. Мы не хотели развиваться с какой-то компанией, которая, знаете, вот пришла урвать денег. И всегда, когда я слышу вот такие вещи, да вы там будете миллионерами, да вы сейчас будете первыми, да вы там будете зарабатывать через полгода уже миллионы. Вот меня всегда это отталкивает. Я стараюсь быть подальше от таких компаний. Потому что, как правило, если ценность деньги на первом месте, это очень ненадолго. Поверьте, большие деньги, они не бывают очень короткими и быстрыми. Всегда большие деньги, они длительные, на большой какой-то дистанции. И стабильность в нашем бизнесе, она важнее, чем какой-то там единоразовая выплата, как бывает в некоторых компаниях. Поэтому мы всегда задумывались, вот эта фраза Эйнштейна, то, что безумцы только делают одно и то же и надеются на разный результат каждый раз. То есть мы понимали, что если мы делаем какую-то работу, то у нас результат будет такой же. Я всегда, общаясь с какими-то барменами, которые уже давно работают в этой сфере, я всегда задумывался, да, я задумывался, а к чему приведет меня то, чем я занимаюсь. Да, то есть вот их состояние нынешнее, да, это мое, может быть, будущее через 20 лет, потому что этот человек уже 20 лет в этой индустрии. Поэтому я всегда задумывался, и мы искали возможности. Да, у нас не было какого-то серьезного капитала, у нас не было каких-то связей. У нас были какие-то наши мечты, планы, цели, мы их пытались воплотить, и мы искали проект. Так мы пришли в индустрию сетевого маркетинга, да, у нас был опыт, мы наблюдали. Опять же, это было случайно, я никогда в жизни себя не видел в этой индустрии, и когда у меня мой хороший знакомый с аспирантурой, я еще учился в аспирантуре, может, как-нибудь расскажу в следующий раз. Когда мой хороший знакомый в аспирантуре мне предложил посетить одно мероприятие, я пришел чисто и ради уважения к этому человеку, да, к Саше. Но ради уважения я зарегистрировался, ради уважения я начал пользоваться продукцией, но я никогда в жизни не видел себя в этой индустрии. Но когда я пошел, знаете, в такое большое-большое событие, посетил это событие, я увидел, что эта индустрия, она действительно огромная, и она дает возможности многим людям. И у меня был интерес, но интерес прежде всего был, знаете, к чему? К саморазвитию, потому что я понял, что я многое упустил, я не читал какие-то книги развивающие. Такие книги, как Бода Шефера, Алана Пиза, Брайана Трейси, Роберта Киосаки. И вы знаете, когда я вот почитал эти книги, я открыл для себя аудиокниги тогда, у меня в машине музыка пропала резко, хотя Вика очень любит музыку слушать в машине. Но у меня были аудиокниги, и я понял, что я был как голодный, знаете, вот я прям, я ехал на рыбалку, слушал аудиокниги. Я везде, где только можно, слушал аудиокниги, я был голодный к этому, и я понял, что вот благодаря этой компании я для себя открыл саморазвитие. Напишите в чат, пожалуйста, вашу книгу, которую вы, последнюю книгу, которую вы прочитали, или прослушали аудио. Напишите в чат, мне будет очень интересно узнать последнюю книгу, которую вы прочитали, потому что, вы знаете, вот говорят, что если ты общаешься с каким-то человеком успешным, задай ему вопрос, какую книгу он бы порекомендовал, какая книга поменяла его жизнь или поменяла его подход к бизнесу. И это вот, вы знаете, это действительно полезная вещь, потому что если вы будете читать книги, я думаю, вы слышали, да, эти фразы, что люди, которые читают книги, они всегда руководят теми, кто смотрит телевизор. Конечно, сейчас в интернете также можно развиваться. Я стараюсь подписаться на профильных людей в моей сфере, да, то есть у меня в Инстаграме, у меня в Фейсбуке лента настроена так, что... Тимофей, Тимофей, ты мне мешаешь. Я прошу прощения, сынок, играешься с кошкой. В Инстаграме, в Фейсбуке я подписался на тех людей, которые мне интересны в моей сфере, да, то есть я всегда учусь. Я стараюсь, чтобы в моей ленте, в соцсетях каждый третий или пятый пост был не развлекающий, как у большинства людей, а обучающий. То есть что-то полезное, что я для себя буду брать, помимо книг. Точно так же в Ютьюбе я подписан на каналы, которые меня развивают. Если я, допустим, дома на кухне что-то готовлю, я всегда слушаю какой-то полезный аудиокнигу или какое-то выступление какого-то человека, спикера интересного или какую-то историю. История успеха – это вообще отдельная тема, они настолько здорово мотивируют. Я вам всем рекомендую коллекционировать эти истории у себя в библиотеке и слушать их, смотреть их. Не важно, не важно даже какие, важно, чтобы это была история успеха человека. Поэтому мы задумывались и в том проекте у нас не получилось достичь каких-то результатов. Но у нас был проект, где мы смогли достичь этих результатов. Что нас привлекло в Dual Life? Вы знаете, нас привлекло вот эти вот три таких вот базовых вещи. Первое – это здоровье. Потому что у нас был опыт, мы работали с продуктами, которые… Ну, продукты для красоты. То есть я понимал, что в нашей индустрии, в сетевом бизнесе компании, которые делают самый большой оборот – это компании, которые занимаются продуктами. Первое – это Wellness, все, что касается здоровья. И второе – это красота. Вот эти два сегмента занимают 65% всего оборота компании. Все остальное – это были мелочи. Поэтому, когда мне предлагали какие-то варианты, там, знаете, ну, такие очень экзотические, скажем так, я в этих делах очень хорошо разобрался. Поэтому, если кому-то интересно, кому-то нужна будет консультация, я могу вам помочь. Есть… Я люблю всегда цифры. Я всегда отталкиваюсь от цифр, поэтому есть ассоциации прямых продаж, которые ведут статистику. Разные сегменты, какие товарообороты сделали, в какой стране – это все есть на сайтах, да, это англоязычные сайты, вы сможете это все проанализировать. И когда мне предлагали, там, допустим, какой-то проект с криптовалютами или с какими-то нематериальными продуктами, я понимал, что это ненадолго. Поэтому, может быть, там какие-то баснословные деньги сначала вам будут обещать. Ребят, думайте своей головой и выбирайте то, что вам близко по душе. Вот нам были близки вот эти вот три направления, да, развитие, финансы и здоровье. Мы поняли, что здоровье все-таки, как ни крути, на продуктах для здоровья делается более долгосрочный оборот. Потому что мы поработали с продуктами красоты. Да, это классные продукты, парфюмы легко продавать. Косметику или зубную пасту, не нужно людям объяснять, что им это нужно, да. То есть они понимают, что они этим пользуются, они просто меняют свой магазин. Вот, но поверьте, если человек купил у вас парфюм и потом ему в переходе где-то дали какой-то вот блоттер, да, с ароматом другим, он легко меняет свой парфюм на этот. Точно так же косметику, да, может быть, чуть сложнее, но тоже они с легкостью меняют. Но если человек получил результат по какому-то продукту, да, он избавился от каких-то своих проблем, которые его мучили много лет, то поверьте, он с этим продуктом остается надолго. Он этот продукт рекомендуем своим людям, он с этим продуктом не расстается долго, поэтому на этом делается более долгосрочный оборот. И эти продукты банально не быстро заканчиваются. Если парфюм человек купил, ему хватит на полгода-год, то хлорофилл или витамин С он выпьет намного быстрее, да, то есть за месяц он этот продукт выпивает и он снова покупает другой. Поэтому это очень выгодно со стороны бизнеса. Поэтому если мы говорим о бизнесе, то наш продукт номер один по обороту. И он потребляемый, он результативный, он уникальный, что очень важно, да, потому что в нашем продукте есть определенная уникальность. И благодаря этому уникальному продукту, да, он, люди будут снова и снова приходить в Dual Life, да, потому что второго такого продукта нет. Есть очень много компаний, которые делают бизнес на каких-то продуктах, которые они даже не выпускают. Я не буду называть имена этих компаний, но...